Сейчас гости города и коренные рязанцы смотрят не только под ноги. Даже те, кто спешат на работу, волей-неволей обращают внимание на благоустроенность центральных улиц Рязани. Тысячи цветов с начала весны расцвели на клумбах, обустроенных по всему городу. Сегодня было высажено очень много цветов. Как вы считаете, правильно украшать город или нет? Да, конечно правильно. А почему? Ну, чтобы красиво было, чтобы радостно было ходить. Когда цветов много, настроение лучше. Не потому, что красиво. Очень хорошо город преображается. Разумеется. А почему? Красота просто спасет мир, кстати, знаете. Потому что это радует глаз, дает хорошее настроение людям, просто украшает город. Вообще я рязанка, приехала сюда из Севастополя. И мне очень приятно, что в Рязани, по крайней мере, на центральных улицах, так все прекрасно оформлено и выглядит. Отлично. Но украшать Рязань могут не только городские службы. Местные жители также прикладывают усилия к созданию благоприятной атмосферы вокруг себя. В Нижнем городском саду существует целая клумба, за которой ухаживает всего один человек. Елена работает на детских аттракционах в самом парке. Клумбу она начала создавать еще пять лет назад. Хотелось вокруг себя сделать красиво, чтобы было. Потому что живем среди асфальта, зелени нам не хватает. Ну, а тем более ярких красок. Клумба создавалась с нуля. Землю для нее приходилось привозить, так как почва в самом городском саду для растений практически непригодна. Сейчас на клумбе около 60 цветов. Жасмин, аквилегия, гортензия, спирея, гехеры. Много разновидностей роз и хризантем. Здесь даже растет японская айва и обыкновенная вишня. А вот пальма, к сожалению, не прижилась. Да так, растения все здесь какие-то интересные. Потому что они из других стран прибыли, но тем не менее прижились вот в нашем климате. Цветы на клумбе с каждым годом продолжают разрастаться. И чтобы освободить место, Елена раздает их всем желающим. Но, к сожалению, всегда найдутся и те, кто возьмет понравившееся без спроса. Из-за них в первый год с клумбы пропало много роз, и их количество пришлось резко сократить. А по словам посетителей парка, некоторые выносят понравившиеся саженцы мешками. Но Елена не унывает и продолжает облагораживать свою клумбу. В этом нелегком деле помогает дочь. А порой помощь приходит совершенно с неожиданной стороны. Люди, которые неравнодушные, тоже какие-то растения принесли. С кем-то мы поменялись. Кому-то я вот в дар отдаю много чего, потому что я приглашаю даже к концу лета жителей и раздаю тоже растения. К сожалению, от прохожих страдает не только клумба, но и стена за ней. Обычно ее раскрашивают граффити. И Елена своими силами закрашивает эти художества. Сил на поддержание такой красоты уходит много. Но оно того стоит. Я считаю, этого и тут достаточно. Маленький уголок, пусть он уютный будет, и привлекательный в этом парке. Потому что люди проходят, уже равнодушными не остаются, останавливаются, фотографируются. Своим примером Елена доказывает, что сделать Рязань красивее могут не только городские службы. От самих людей тоже многое зависит. Ведь даже один уголок в огромном парке способен подарить множество положительных эмоций.